Естественная вентиляция. В туалете для этого делают окошко над дверью. Окошко желательно не стеклить, иначе свои функции оно не выполнит. Лучше затянуть сеткой, будет меньше насекомых. Неприятный запах аммиака, но не все хотят пользоваться химикатами. Яма должна быть не меньше двух метров. Использовать можно то, что растет в огороде и в саду. Бросайте периодически выгребную яму, помидорную ботву, и запах спустя время пропадет. Дело в том, что разлагаясь, ботва поглощает аммиак и служит отличным помощником от мух, так как выделяют ядовитые вещества. Если участок зарос крапивой, можно воспользоваться этим. Сразу два нужных дела. Избавляемся от запаха в туалете и очищаем пространство от лишней крапивы. Кошачий наполнитель. А почему бы и нет? Достаточно каждый день засыпать понемногу в выгребную яму, запаха станет значительно меньше, но придется потратиться на пакет наполнителя. Дешевая альтернатива кошачьему наполнителю – самая обычной древесной опилки. Вариант еще более экономный – это скошенная трава, которая подсыпается после каждого посещения. В настоящее время стала популярна установка небольших биотуалетов. Чтобы отходы перерабатывались в компост, удобно применять торфяные наполнители, которые потом можно использовать в качестве удобрения, экологично и безопасно для природы. Отличного вам урожая и ароматных запахов! Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте с колокольчиком подписаться на канал и тогда оповещения о новых видео вы получите самое первое. До новых встреч, всем пока!